Чаще всего, наверное, черкают ТМ. Так, если вспомнить, только эльфы оставляли эту карту. Это повтор или новая игра? Это прямой эфир сейчас идет. Какой повтор? Это все. Прямо вот сейчас происходит это. Смотри. Вот прямо сейчас их показывают. Слева Чаймика, справа 120. Чатик общается. Движуха идет. Все признаки прямого эфира. Это последняя серия на сегодня, друзья. Кто же выйдет из группы за Тиашем на втором месте? Очень хочется действительно на МК посмотреть. В исполнении Чаймика. Он зверь. Он зверь. Как 120-й проиграл, была борьба? Я бы сказал, нет. И по счету, и по играм он... Он... Лучше посмотреть. Потому что я, во-первых, не могу объяснить, почему 120-й с Тиашем так играл. Кто из них 120-й? Вот молодой, справа, Undead. Ему там лет 18, что ли. Да, Брук Хоррор, если не... Да, МК, это очень хорошо. Биллдодер у тебя меняется от карты к карте в зависимости от того, нужен тебе пауэрбилд или нет. Это самые частые изменения от стандарта. Ну и второй раз, когда он может измениться, если ты, например, решишь сыграть в Рифлов. Ему 18 лет в 2015-м. 22, отлично. Спасибо, Шеггин. Спасибо, Пижамкас. Не знаю, темологию, никнейм это. Да, если вдруг вы путаете игроков, просто... Ну, просто 120-й это... Не очень высокий азиат, темноволосый в очках. Все. Довольно много параметров для точной идентификации. Хватит. А, почему не стал? А, потому что он и так умрет. Красиво. Нет! Да. В смысле, неплохое начало, какая разница? Минус Акалит, минус 185, плюс Икспа еще. Окей. Замахи ложные, классные. А, эскелеты вызвал. Сетка неприятная. На крипа сейчас просто при желании не сможешь так быстро добить до следующего койла. Еще пара битых рабочих. Я вот не знаю, почему МК не вытанковывал. Вот это была ошибка. То есть, вроде зеленая точка, простейшая, да? МК, два футмена и четверо ментов были на этой точке. И какого хрена после этого криппинга двое красных рабов возвращались на мэйд? Вот так. Мог бы просто играть в паука. Да, да, да. Шикарно. Блин. Как же мы все-таки похожи. Почему он просто не лучше бы вот это вот все? Зря, не. В общем, начинается криппинг. ДК аккуратненько подходит. Лжезамахи. Ах, добивает койлом одного тролля. Возможно, стоит сейчас молоток потратить на этого огра, чтобы второй койл не дошел. Ооо. Хорошее кольцо плюс три для МК. Да, играет в паука, слушает китайский чатик, все в порядке. Спасибо, красавица. Приготовили вкусный завтрак. Насколько далеко находится... Что там, экспант, что ли, идет? Да ладно, экспант идет. Справа кто идет? Акалит или второй финт? Блин, он так и не показывает. Скорее всего, конечно, второй финт. Да, второй финт. Иллюзию хорошо подставляет для того, чтобы не сильно страдать, потому что это и так битые футмены, и так подбиты немножко МК. Да и точки не из простых. Берет берсерком, берет приста. Естественно. Делает разведку еще одну иллюзию, и тут тоже постоянная разведка. Так, а что там выпало? Паладиновская аура. Хорошо. Хорошо. Тайминговый магазин. Сейчас бы магазин взять. Огра подрезать. Чимиком. Потому что нужны артефакты. Сейчас опасно очень встречаться. Хотя молоток сразу... Что? Пробегают просто мимо, как будто... Клэп? Вот, вот я тоже сомневаюсь, потому что... Тут реально можно было со вторым молотком неплохо подрезать. Да, подрезать. Но это минус... Не минус финт, минус футмен. Тайминг вообще не тот. Это Чимико, конечно. Да, добьется, конечно, в финтайме этот пехотинец. Опасный момент. Подставляется тролль, недоконтраливает Чимико. Дико недоконтраливает Чимико. Ошибка на ошибки. Еще футмен отдается. Нет, это... Чимико потерялся. Просто потерялся. Как тут отбить? Вообще, это непонятно. Получается подходит. Это все начало с Шэдоу-Пристом. Да. Если вы не получите Шэдоу-Пристом с МК, это не так. Получается, подходит. Одна магическая вышка, конечно, не может выставить против финдов, но он гоняет, по крайней мере, от точки сбора кривая какая-то. Пристын, но они удар совсем не держат. Для лечения берет, конечно, но... Там Берсеркер развалился, вы помните как. Поздно чинит. Тоже ошибка. Тоже ошибка. Там уже обсидианка. Скорее всего, даже продавит сейчас. И эта вышка уже вряд ли достроится под четырьмя тфиндами, вообще никак. Да. Огромное количество людей сейчас будет умирать. Причем отсюда не обязательно уже отступать. Возможно, реально второй клэп был ошибкой. Потому что забирать юнитов значительно проще со вторым молотком. И он мог еще ДК со вторым молотком в центре окружить. Да. Но потом еще финда отдал, Берсеркера отдал, вышку отдал. Нет, это... Здесь не затащить, к сожалению. Второй барак, но это мы уже видели. Рифлы. Рифлы там одна арканка, второй Бладмейдж какой-нибудь... Рабочие умирают. Бладмейдж... Писан 23 месяца. Не, он не прокликивает обсидианку. Вот одна чисто на хил, другая на ману. Видимо, в этом 120-й проигрывает императору, по его мнению. Рейнджерка третьим героем. Это надо все раскайтить просто. Ооо. Нет, вообще без шансов. То есть даже не за что зацепиться, извините, конечно. Просто я... Это просто кажется, что он не способен качать брык. Невероятно. Какой бы 120-й способен его опрессировать. С кажется, что Сайленс в первую очередь будет очень полезен против этого Бладмейджа, против Сайфона. Бум, там он. Сайленс. А у него нет денег. Да это не важно. Ну, пропьет сейчас, но в следующий раз не пропьет. Сейчас минус МК просто будет. Ха, красиво. Но без толка. Да, забейте, это не важно. Минус Маутенкинг. ЭтоArекla. Как бы тебе бесплатно зацепиться. Если вы знаешь, что потому что вы готов stockлельать, то он везет... Это дезингано. С hexага расстроена. Продолжence надежной вшелью. И я думаю, что я забыла Unreal der Jake Невucher. В конце камен Вашь nerede, ты могу выйти к этому вверху. Я не думаю, что можно сделать. Иногда, говорят, прокликивает, понятным. Привет, Мэллойс. Жалко, когда без интриги. Причем он же взял карту именно Last Refuge в прошлой серии. А тут такое начало не очень. Да-да-да-да. Вот ароматное повидло снабжает чатик в очередной раз картинками с эмоциями игроков. И это вообще такое уныние. Такая безнадега. Паник. Просто паник. А вот как надо, да-да-да-да-да. Все так и есть. В этом, конечно, прелесть в том числе Ланов, когда показывают эмоции игроков, потому что часть эмоций... Ну, они более-менее универсальны. То есть, в принципе, поведение человека невербальное. Невербальное, но... Ну, есть нетипичная мимика, но... У большинства шаблоны одни и те же. И ты можешь и увидеть игрока, и понять, какой у него настрой. Вот. Чемик вообще... Ниже Плинтуса у него сейчас мораль. Ниже Плинтуса. Весь финальный бой армия Хумана атаковала собственной кознью. Да, пофиг на эти мисклики уже. Там этот... Как такового там финального боя не было. Он терпел вот все... Все то время, когда я нормально не комментирую уже. Вот, посмотрите, на императора. Это было после победы... Вот я не помню, кого он там штампанул. То ли Лина, то ли... Вот. Раз. Посмотрел, о чем-то о своем подумал. Вдохнул, выдохнул. Типа, ну... Еще один. Типа, сколько еще? Вот это абсолютно спокойное. С одной стороны, погружен в себя. Я подумал о чем-то своем. Никакого волнения, спокойный поворот головы, никаких резких движений. Есть такая усталость, но это... Это хроническая сентиментальность императора. Вот, потому что, когда на тебя давит такое бремя опыта, мудрости житейской, то... Ну, есть такой вот... Ну, что он не видел, в конце концов, правда ведь? Чего он только не видел. Его никак уже не удивить. Он полностью использован. Ну, как много вы получите, до чего вы получите, до чего вы получите, до чего вы investите? Как много будет, это очень трудно, чтобы получить правильный рейд. Он у нас лучше. В Конcealed Хиллзе. В этом группе А, будет решена с два чинесащих победителя. Т.Х уже через победителя. 1-2-0, один мап, а потом, один из 6 С. Чемико, он еще на пути. И его турнирмитрой онлайн. Он был в этой ситуации, где он был прессор, Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, эта группа у нас пока что с вполне закономерными результатами Идет к своему логическому завершению То есть пара фаворитов, которые вышли с первого места из первой групповой стадии Судя по всему, и также выйдут из второй групповой стадии Самый интересный матч еще впереди Но не сегодня, к сожалению, а завтра и, надеюсь, послезавтра Завтра, повторю, будут игры группы B с участием Императора Хэппи Фокус Мун Ла Лайт Хэппи начнет с игры против фокуса Майкер, как считаешь, Мэтт Фрок свои лучшие годы играл так же, как Хэппи? Нет Мэтт Фрок, во-первых, был со своим уникальным стилем Это безусловный плюс Но тогда еще Варкрафт во времена Мэтт Фрога, он формировался, так скажем Он был автором, например, стратегии соло ДК с массой Гаргуль, с Харасом Но у него не было выдающегося контроля То есть, да, он кидал Кайлы, да, он Арчей убивал, да, он летал Висфов убивал Задалбывал Альфов, которые не знали, как это контрить тогда еще Ну, такое часто бывает, когда появляется какой-нибудь проигрок с уникальной стратегией Вроде как никто до этого так не играл Вот, и, в общем-то, всех-всех-всех Сразу пошел в агрессию, как Хэппи-120 Забегает Архмак к себе на базу И для того, чтобы от ДК избавиться, и для того, чтобы от скелета отбиться Слимовик, но это плохо, конечно Ну, записи посмотришь Обязательно надо посмотреть Что игры очень качественные Так, рейт на Т2 Карта еще менее подходящая для экспанда Раз уж в прошлый раз, ну, в прошлой игре в одни ворота все Я, думаю, решил не играть в экспант Да, платином, пожалуй, это трав Но мне такое время гораздо больше нравится Хотя нет, сейчас тоже, если патчи периодически выпускать И хотя бы немножечко менять баланс Не радикально, но вот Немного менять баланс Это как раз дает хоть и небольшое окошечко Для креатива удивления Ну, это только от Близзов Близзов зависит Что выиграл Фрог Мне казалось, что он Что он ВЦГ один из ранних выиграл, нет? Он точно квалифицировался много раз Но я не помню, если честно А, ЕСВЦ он выиграл Прячется ДК Не, ЕСВЦ, это Особенно 2015 года Это рассвет вообще ЕСВЦ Очень хорошая конкуренция Да там были и корейцы Китайцев тогда не было, потому что просто они не умели играть тогда А, Worldwide Invitational А он два ЕСВЦ затащил Нифига себе В третьем-четвертом году А, нет Это Worldwide Invitational Да, получается ЕСВЦ 2003 Invitational 25 косарей долларов И ЕСВЦ 2004 года Круто Круто, 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 круто А, два вторых места есть Первое место в Worldwide Invitational Наверное, крупнейшее, да По призовым достижениям Этфрога Заработал на квартиру Ушел на покой Я не уверен, что В Швеции Можно за За такие деньги Квартиру купить Так, давайте к игре Откровенная лажа Ну, естественно, да Стоит два Есть два ДК У одного из них Посох иллюзий Один из них битый Кто из них настоящий вопрос? Тот, который отбежал? Здоровый Или тот, который битый Продолжает с нейтралами сражаться И не наносить им урон И это задачка, на которой стоит подумать Зачем думать? Ладно, сразу кидаем молоток Может быть, он из-за ночи не увидел второго ДК? Не, но он видел, как он отступал вправо Да, человек простой Вижу ДК, кидаем молоток Скорее всего Скорлов за бист выпадает Ну, там уже Т3 Арба есть Что ж там выпадет с големом? На зеркальной точке Т3 Ну, понятно, да Мы видели, как Тиаш на этой же карте 120-го убивал Но Тут уже изменения в виде жука Ой, красную точку можно забрать Это хорошо Ну Да 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 Вообще, Изи забирает большого Огра Не-не-не Это Чимика По сравнению с тем контролем С тем уровнем, который был против Сока Да Плащик для Для Криплорда это классно Нет Тут явно есть какие-то моральные темы То есть Как боролся Чимика с Соком Как он там Уверенно контролил Какие классные были игры И тут мы не можем окружить Командира Огра здорового Да, он под Бладластом Да, он быстрый У тебя там 7 юнитов Молоток И 120-й напротив По сравнению с теми играми, которые были против Тиаша Он Гораздо более четче играет Не, не совсем Вот сейчас нужно Забежать наверх Попробовать Импейл кинуть Почему, 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 почему Ну, Импейл Кривой на двух престолов Вот это что вы делаете Скроу за бис пошел Отступается 20-й Дистройер пошел Тут же Дистройер И тут же Диспеллет Блин, с Тиашем Помните, какие проблемы у нас были с Дистрами Молоток Хорошим Это красиво Потому что он мог отсюда не уйти Даже учитывая Скроу за бис Трифлов И тот урон, который мог зайти в Деку Блин, да что за Да Развал Просто развал Ге-ге Забей Да Ну, ладно Ожидаемо Выходит 120-й Но, к сожалению, без борьбы Без борьбы Хотелось бы Ну, вы видели выражение лица Чемика Он был морально уже Сломлен после первой игры Все И сейчас тоже Лица на нем просто нет Хэппи уже играл Да, да, был Хэппи Не сегодня Но до этого Игра